Разведка и контрразведка. Бойцы невидимого фронта существовали еще в цивилизациях до нашей эры. И порой от их умения зависел не только исход военной кампании, но и судьба целого государства. Так в VI веке до н.э. китайский полководец и стратег Сунь Цзэ в своем знаменитом трактате «Искусство войны» выделил целую главу, основам использования шпионажа и противодействия ему. В качестве первое упоминание о спецслужбах встречается еще в летописях времен Киевской Руси. В княжеской дружине служили люди, которые занимались как внешними опасностями, так и расследованием внутренних заговоров. Но по-настоящему спецслужбы как система начали складываться только к XVII веку и уже полностью сформировались при Петре I. А при Александре II в 1866 году было открыто охранное отделение при Департаме.